Добрый-добрый день, дамы и господа! В ближайшие несколько минут будет много солнца, моря, настоящей парусной романтики. Мы прилетели в Турцию для того, чтобы порепетировать нашу тур-регату на календаре апрель. И мы здесь с командой SPB Sail для того, чтобы все увидеть своими глазами, для того, чтобы доложить вам, как что у нас здесь устроено, для того, чтобы вместе с вами подышать морским воздухом, для того, чтобы в очередной раз признаться в любви морю, для того, чтобы, конечно, ощутить всю парусную романтику, которая возможна только, когда вы идете на яхте под парусом, по вот этим вот роскошным морским гладям и побережьям. Команды пока собираются, готовятся, кто-то в магазинчик сходил, кто-то отдыхает. И, собственно говоря, совсем скоро нас будет четверо. Вот здесь вот четвертая яхта встанет. Да, у нас на этот раз вот такая вот вылазка, репетиция тур-регаты. И вот они, наши флаги, на этот раз на турецком берегу. Ну, друзья, а я хочу вам немножко рассказать про город Гёджек или Гёджек, называют его по-разному здесь в Турке. Расчудесный приморский городок на берегу Эгейского моря, где мы начинаем нашу тур-регату. Где делать это логично, приятно и здорово, компания JMM Яхтинг, у которой мы как раз во фрах лодки и берем, как раз располагается в том числе и здесь. И вот Ди Марина Гёджека, она выглядит вот так красиво и роскошно. Вы уже много Марин видели в наших выпусках. Вот, собственно говоря, еще одна, на этот раз под красно-белыми турецкими флагами. Знаете ли вы, друзья, что очень долго у Турции флаг был чуть другой. Вот эта вот звездочка, она смещалась к центру вот этого полумесяца. И потом как-то настояли просто ученые, астрономы, которые сказали, что нет, так не бывает. Тогда невидимая сторона Луны звезду будет закрывать, поэтому ее вот так чуть подвинули. Дело было относительно недавно, там около ста лет назад. Ну и вот наша команда, СПБСЛ Клуб, Андрей Александрович Усачев, уже загоревший вообще. Как настроение? Супер. Вот так вот, да? Как водичка только. Водичку, не знаю, вон наши люди пошли. Вот я вижу, да, Ксюша, вот там. Дело в том, что Турция омывается тремя морями, друзья, вы прекрасно знаете про Средиземное и Черное, а вот это Эгейское, Эгегегейское море. Вот такое красивое, хорошее. Вот где-то там, вот бракматически, вот за углом, Греция. Марим мы с вами, повторюсь, видели уже немало. Но, знаете, чем это хороша? Здесь все как-то естественно, что ли. Вот нет ощущения какого-то искусственного нагромождения пирсов, дорогих отелей, каких-то пафосных берегов. Нет. Все очень миленько. Высокие вот такие холмы, заросшие соснами. Понятно, яхты. Причем специальная марина с супер-яхтами. Она находится в самом центре города. Я вам сейчас тоже их покажу. Они там своими бортами так красиво, ровненько стоят. Очень вкусно пахнет. Много зелени, которая уже в апреле начинает цвести. Разные чудные, экзотические по нашим краям птицы летают здесь. Совершенно экзотические. Например, для Петербурга, посмотрите, алоэ вера. Насколько я знаю, вот один такой вот кустик в нашем городе будет стоить, ну, не знаю, тысячи полторы. А тут это вот сорняк, который вот так мило растет. До Гетчика достаточно удобно добираться. Совсем рядом находится аэропорт Даламан. Оттуда полчаса на автобусе или на такси. И вы здесь. И вы здесь. Вот так выглядят, ну, скажем так, душевые туалеты. Потому что вот за этой каменной кладкой она как раз-таки все удобства Марины и находится. Согласитесь, тоже очень мило и здорово. Мы вместе с вами уже побывали не в одной Марине на Средиземноморье. И мы знаем, что такое хорошо обустроенная парковка для яхты. То есть какие тут удобства должны быть. И действительно, ну, чувствуешь себя человеком. Тут, правда, все продумано. Все классно. Все здорово. И главное, что очень красиво. Но из Марины мы сейчас с вами выйдем. И немножко пойдем смотреть сам город. И выясним, как же устроен тот самый Гетчик. Димарину Гетчика от самого города Гетчика отделяет вот такой канал. Через него здесь переброшен, но совершенно гениальный мост. Он, во-первых, деревянный, такой очень приятный. А, во-вторых, посмотрите, какой с него открывается вид, друзья. Как раз на такой приморский горный массив. Это Таврский как раз горный массив, который вообще чуть-чуть защищает вообще все побережье Гейского моря Турции. И вот как раз под его защитой, а он находится как раз с севера. Здесь вот такие аккуратные двухэтажные домики-виллы. Плюс увидите, что это некая турецкая Венеция. Все в каналах. И главное, что вот эти домики, они могут быть вашими. Потому что при спокойном можно их взять в аренду. И вот тут отдыхать. И на аккуратненькой водочке надувной. Подходить вот сюда, к своей вилле, когда вы оставили вашу пришвартованную яхту вот там, в Марине. Вот так. Марина остается чуть позади. Видите, она немножко в стороне находится. Та самая Ди Марин. Здесь есть еще одна, с другой стороны бухты. А вот тут уже, ну, на таком пляже, если хотите, больше рыбацкие суда, какие-то катамараны и лодки поменьше. Прелесть подобных полетов в апреле, например, месяце. А вот прямо сейчас середина апреля в том, что из вот этой такой слякотной, холодной, с ветрами весны питерской попадаешь в те края, где уже поют птицы, где все зелено. Где уже пальмы, где ласковое море. Да, может быть, пока не так здорово здесь купаться. Да, прохладно. Но, знаете, вот само ощущение другого воздуха, когда можешь просто снять куртку и свитер и спокойно подышать, да, вот, щурясь на это солнышко какими-то вот просто другими ароматами. И вот эта экзотика как раз часть удовольствия от любого путешествия. И здорово, что вот в такой Турции, не самой, может быть, туристической Турции, эта экзотика тоже есть. Гючи, конечно, можно назвать городом без достопримечательностей. Но вот, например, посмотрите, какая симпатичная современная мечеть в городе. Несколько раз в день с высоты вот этого очень красивого минорета раздается как раз звук. Муэдзина, призыв на молитву. Вон тут сидят такие уважаемые мужчины, города играют в лунарды. Вот это вот здание с интересной мозаикой, это не что иное, как небольшой такой фонтанчик для омовения. И вот это мечеть, рядом с которой очень здорово можно посидеть, выпить, например, традиционного турецкого чайку. А вот эти мне очень понравились штуковины, это не что иное, как такие, посмотрите, огромные. Скворечники. Вот так, чтобы проще было птицам перекусить. Минарет этой же мечети хорошо виден, если выйти на набережную. Вот он. Здорово смотрится между деревьями. Здесь такая открытая площадь с несколькими скамеечками, ну и, понятное дело, с столами и креслами кафешка ресторанов, коих тут тоже хватает. В первую очередь, естественно, рыба всякая разная. На гриле и мидии, и осьминоги, например, и очень вкусный сибуаз. Вот так пишется название этого города, друзья. Еще раз, Гёджек. Да, так правильнее все-таки будет по-турецки. Ну или как-то Гёджек более-менее привычно, что ли, нам с вами. Одна из таких центральных пешеходных улиц города уходит вот сюда, чуть направо от Марины. В сторону Марины мы еще с вами вернемся. Пока вот такой стилизованный якорей, такие домики, которые ведут вас в пешеходную зону. О какой-либо планировке я бы даже здесь не говорил. То есть это набережная, вдоль которой стоят яхты, лодки. Ну и, соответственно, параллельно этой большой такой аллее находятся все остальные улицы города, где в основном магазины, естественно. И вот центральная площадь города такими чудесными, по-моему, анютиными глазками высажены, естественно, с памятником Ататюрку. Ну, он сейчас, может быть, так чуть покажется странным, что Ататюрка идет вместе с каким-то шахтером, который там у него за спиной. Сейчас я вам покажу. Дело в том, что где-то с 30-х годов века 20-го здесь добывали хром. Здесь были найдены месторождения хрома. И поэтому во все концы вообще планеты отсюда доставляли хром. Поэтому это был такой промышленный центр. И видите, Ататюрк тут не только с девушкой, которая символизирует какие-то такие национальные основы, но и вот с таким шахтером. Все здорово изменилось, конечно, в 90-е и начало 2000-х, потому что город больше стал себя ассоциировать как курортный. И в первую очередь, как город, конечно, для яхтсменов. Тут очень удобная марина, поэтому в основном все вот эти кафешки, дома, домики, отельчики, они предназначены для тех, кто любит ходить под парусом. Здесь практически в любом магазине есть фри-яхт-сервис, то есть то, что вы тут накупили, вам доставят бесплатно на борт, что, согласитесь, тоже удобно. Там еще чуть в глубине находятся еще пару магазинчиков и вилл, уже не пойдем. Естественно, бесконечное количество сувениров турецких, эти самые глазки от сглаза. А мы, наверное, вот сюда давайте повернем, друзья. Вот тут уже стоят так называемые мега-яхты. Они, правда, большие и красивые. И с видом на эти яхты посидеть и поужинать тоже удовольствие. Солнышко потихонечку закатывается. И понимаете, да, какая тут начинается жизнь вечерком. Совершенно необязательно каждый раз в нашей тур-регате и каждый вечер проводить в ресторане. Это всегда вы решаете самостоятельно, у нас так всегда. Ну, либо решает яхта целиком, либо, может быть, кто-то скажет, что нет, сегодня в ресторане не хочу, останусь на борту, пожалуйста. Или просто погуляю по городу. Или просто, может быть, стакан кефира выпью и спать. Да, тоже возможно всегда. Но, как-то, знаете, опыт подсказывает, что вечерком обсудить все события довольно насыщенного дня хочется именно вот в тесной, теплой, дружеской морской компании. А событий-то, конечно, хватает. Видите, можно с морем знакомиться вот так. Все это в основном прогулочные как раз катера, которые катают туристов по островам. Ну, вот эти острова, например, залива, да, которые мы будем завтра видеть воочию. Пойдем туда на наших яхтах. Вот там заканчивается Марина Мегаяхт. По большому счету еще чуть-чуть и заканчивается сам город. Вот такая цепь ресторанов и марина на морском берегу. Это Гетчик или Гетджек. Городок, в котором мы будем начинать нашу туррегату. Если вы захотите с нами пройти под парусом по юго-западному побережью Турции, друзья, то прямо сейчас на сайт туррегату.ру вам стоит зайти. И в описании как раз к этому видео найти все данные о том, как оказаться вместе с нами вот в этом совершенно очаровательном маленьком городочке. С вас нравишься, если понравилось. Выходим из залива Гетчик или Гетчик. Две яхты уже ушли, третья торжественно и победоносно отшвартовалась. Смотрите, какие красавцы. Смотрите, как у них это хорошо получилось вообще. Легко, незаметно, профессионально. Вот такая чудная бухточка. Это уже не Гетчик, а это несколько остров, что здесь, в заливе Фетхие. Остановились совсем рядом с берегом, даже так, можно сказать, рискованно рядом, но это только так кажется. Вот здесь почти 5 метров глубины, друзья. Посмотрите, какая вода вообще. Настолько прозрачная и чистая, что кажется, что здесь по колено. Вот там такая аккуратная райская бухточка. Может быть даже розовые фламинго. Когда-нибудь там паслись. Вот наш сегодня Кэп, Валера. Внимателен, уверен. Пишет бортовой журнал в электронном виде, как мы тут швартовались. Ну, а вот и Андрей Александрович. Сейчас мы покажем, да, как вот это все у нас выглядит. Мы решили второй завтрак устроить, поэтому вот красивый чайничек у нас с кипяточком. Теперь пойдем внутрь, посмотрим, что же тут у нас такое вкусное делают девчонки. Здесь тосты такие расчудесные. Если первый завтрак удался, то почему бы не повторить эту историю и не сделать завтрак второй? Решили мы. Прямо сейчас будем вкусно есть. Второй завтрак у нас. И вы еще прям как будто репетировали всю жизнь. И так прямо хором. Посмотрим, что у нас здесь. Акадин мутер. А, да. Друзья, посмотрите, какое дело. Вот мы на борту стоим, пришвартовались, никого не трогаем. А нам предлагают мороженое. Люди на катере. Вот такое меню мороженого и пироженого вам с доставкой на борт. Вот это Турция. Вот это сервис. И вот так только что нам взяли и доставили мороженое прямо на борт нашей яхты. Вот, счастливый ребенок вообще ест. Хорошо? Вкусно? Настя, как прям? Прямо мороженое? Прямо по-настоящему? На такой поедиши тебе смешивая моторская. Как надо, да? Вот это да. И вот он поехал осчастливливать других владельцев белоснежных яхт. Вот это да. Мы пока еще идем на моторе, но сейчас объясню, что будет происходить. Дело в том, что одновременно с нашей репетицией туррегаты 2022, другая Турция, мы прямо сейчас, СПБ Сейл устраивает практику для своих студентов. И вот вы сейчас будете видеть, как уже почти готовые шкипера будут ставить парус под чутким и неустанным руководством. Андрей Санчо разбухтовывает, Настя, все концы. Пробоставить. Сейчас будет красота. Иллюминатор. Когда он пришвартованный в марине, это просто окошко, из которого открывается хороший вид. А вот сейчас это такой люк в подводное царство. Тут очень часто просто накатывает волна прямо вот так. Вот, 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 прям вот так. Все, Наград. Ты не спустился, что ли? А, хорошо. Только что было не подняться. А можно же просто полежать на пляже. Ну, почему вот это, вот, это все, да? Ну, что это такое-то? Ну, господи, да? Сегодняшний насыщенный яркий день, когда мы здорово попрусили, когда действительно поймали, нашли ветер, мы решили закончить здесь, в бухте Волл Бэй. Бухта чудесная, тихая и от ветров как раз здорово укрытая. Идеальное место для ночевки, для швартовки на ночь и вот на весь вечер. Еще светло, есть возможность погулять по пешеходным тропам, есть возможность просто посидеть, отдохнуть на борту своей собственной яхты. Вот здесь остановились как раз наши ребята. Вы видите, что развиваются как раз флаги SPB Sail. Ну и, как видите, да, яхты здесь есть и вот такого класса, да, которые тоже швартуются. Здесь Волл Бэй, сейчас вам покажу, как все устроено здесь, в этой бухте. Уверен, друзья, что вам понравится, предвкушайте. Ну, во-первых, ресторанчик. Конечно, после дня, проведенного в море, здорово успеваешь проголодаться. Поэтому, возможно, здесь вкуснейшего совершенно барашка, приготовленного в тандыре, съесть с видом как раз на залив тут есть. Это удовольствие, это классно, это здорово. И более-менее как-то успокоилось здесь море. И посмотрите, какая прозрачная, чистая, ласковая вода. Можно, конечно, и погулять вокруг несколько пешеходных троп. Вот там, где развивается сейчас турецкий флаг в центре экрана, там проходит одна из троп. Можно через вот этот перевал пролезть на ту сторону залива. Ну, для любителей такого активного времяпрепровождения почему бы и нет. А вот кто-то просто, видите, вот так отдыхает здесь, в чудном ресторанчике с камином. Мы сюда пойдем совсем скоро. Наш барашек в тандыре пока еще только готовится. Очень здорово сделано пространство, потому что это не только ресторан, это действительно бухта, частная бухта, которая, посмотрите, как здорово, с любовью украшена цветами. Вот это, по-моему, ирисы, насколько я все понимаю. Смотрите, там вот есть барчик, который находится прямо на берегу, вот под такой соломенной крышей. Тоже можно посидеть, отдохнуть вечерком. Очень мне нравится в этой Турции, в турецкой ривьере, ну, некая такая, знаете, расслабленная атмосфера. Никто никуда не торопится, никто никуда не спешит. А у этих бухт частенько есть, ну, просто хозяин, да, и это там семья, такой семейный бизнес, который держит здесь ресторанчик. Марину все необходимое для того, чтобы могли яхтсмены отдохнуть вечерком. И посмотрите на свой вкус, украшают ее всячески. То есть в каждой такой бухте чувствуется какой-то вот дух владельца, какие-то его особенности, чаяния, интересы, например. Я сейчас чуть позже вам покажу библиотеку, которая находится здесь. Волбей – это что-то совершенно потрясающее, друзья. Меня в этот раз потрясла библиотека в Стамбуле, прямо в аэропорту, а вот теперь еще и библиотека вот тут, в окружении гор и моря, в бухте Волбей. Здесь что-то вроде такой, ну, как спа-зоны, что ли. Ну, наверняка там какой-то массажик можно себе придумать. Что-то в этом роде. Пока еще не очень открыто и работает. Ну, вот потрясшая меня библиотека здесь, друзья. Вы должны это видеть и, ну, не знаю, какой-то культурный шок от того, что вот так тоже может выглядеть Турция. Вот посмотрите, в окружении деревьев на берегу моря стоит вот в таком стиле хай-тек выстроенный кубик из стекла. И так на первый взгляд не понимаешь вообще, не веришь в реальность вот этой постройки, не понимаешь, можно ли туда зайти. Мы с вами сейчас окажемся там внутри. Вас встречают удобные кресла. Причем все вы увидите, с каким вкусом и стилем сделано. Такая позолота, камень, стекло и сам читальный зал. Более того, можно чуть отдохнуть после дня проведенного моря здесь на софе. То есть не посидеть, а именно полежать. Вот стеллажи с книжками. Выбрали, которые вам понравились и уселись за стол. Вот я только что здесь листал этот альбом про Каппадокию. Роскошное издание просто, ну, какое-то великолепное. Посмотрите. Вот так. Тишина, естественно. Да, тут никого. Более того, вид из окна. Посмотрите. Наша бухта и море. Здесь еще как экспонат стоит вот такая красного дерева байдарка. Ну, просто же, да? И главное, все это никакая не Потемкинская деревня. То есть вот настоящая лесенка, например, по которой можно чуть забраться наверх. И какую-нибудь книжку сверху полки себе достать. И это тоже Турция. Да, я вот еще раз ваше внимание обращаю, друзья, на то, что Турция в нашей Тур-Регате, она другая. Да, и к такой бухте вот, если честно, я так был просто не готов. Не ожидал ничего подобного, вот здесь увидите. Тем более сюда не пробраться сухим путем. Сюда можете подойти только морем, только на яхте. И мы здесь будем во время нашей Тур-Регате. Ну, пойдемте еще чуть-чуть прогуляемся. Вон там глициния прекрасная цветет. Вот тут уже ароматы начинают, ну, просто атаковать, потому что баран жарится. Шашлык готовится. Именно здесь это все и происходит как раз-таки. Вот именно там кулинарят. Мераба, мераба. А вот тут еще находится, ну, что-то вроде пекарни. И здесь с утра выпекают хлеб, который опять же на всю округу... Мераба! Разносит чудесный аромат. May I come in? May I come in? May I go in? Thank you so much, sir. Просто святая святых, нас пускают на кухню. Я, ну, не ждал, не гадал, что мы можем здесь сказать. Вон там огонь, посмотрите, друзья. Вот это да. Тешик кулер. Класс. Так, что еще? Здесь должен я вам показать. Вот это великолепие. И как здорово сочетается вот с этим ярко-желтым цветом, цвет наших яхт. Которые вот тут стоят. Ветер стих. Можно отправляться на прогулку. Можно просто поучилить на борту. Переполняю, друзья, эмоции. Причем, знаете, их особо не передать словами. Тут хорошо бы просто вот побыть очень всем. Этого желаю. Очень надеюсь, что вы окажетесь с нами на борту наших яхт. И мы обязательно зайдем сюда. В бухту, которая называется Вулбэй. Вон отдыхают наши красавцы после дня в море. Думаю я, что пришло время и мне к ним присоединиться. Вот здесь мы проведем ночь. Сейчас поужинаем. А завтра с утра нас будут ждать новые приключения. Доброе утро. Очередной день путешествия нашего мы начинаем в бухте Вулбэй. Собственно говоря, там, где закончили его вчера. Погода речь чудесная. Светит солнышко. Пора купаться. Мы решили окунуться сегодня не где-нибудь, друзья, а рядом со знаменитыми термами Клеопатры. Про Клеопатру многие все отлично помнят и знают. Она была любовницей женой Гая Юлия Цезаря. А после его гибели какое-то время была она любовницей еще и Марка Антония. Так вот. Говорят, что они встретились и их история любви, love story, начиналась здесь, на территории Малой Азии. То есть нынешней Анатолий. То есть современной Турции, где мы с вами находимся сейчас. И говорят, что они вот тут чуть ли не вместе принимали вот эти вот водные процедуры. Но верить в это или нет, вы же понимаете, да, таких островов или бань Клеопатры турки могут придумать много. Но видите, здесь место не очень туристическое. Лишь один катерок вот там пришвартован и мы, соответственно. Если с маской и ластами поднырнуть под эти стены, то можно и рассмотреть входы, проходы, арки. Роскошное место. А главное в округе посмотрите. Вот такие сосны с длинными расчудесными иголками. Ароматы. Понятно, еще пока весна, но ближе к лету будет совсем вкусно пахнуть. И птицы. Как только я замолкаю, так тут же слышно птиц, правда? В том числе и ради этого мы сюда пришли. Насладиться пением птицы и, конечно, окунуться. Мы же в Турции, как-никак. Море эгегегейское, поэтому прямо сейчас идем купаться. Говорят, после того, как здесь искупаешься, будем жить почти вечно. Хотя Клеопатра кончила плохо. Жизнь самоубий. Стоп! Тепленькая, нормально. Вообще, там пардон по молоку. Тепленькая. Вот эта птица, блядя, она попала. Летом вода будет теплее. Это я вам гарантирую, друзья. Пока прохладно, откровенно. Но очень здорово, освежает. Разобравшись с Клеопатрой, мы продолжаем наш путь. Вышло солнышко, немножко ветерок, поэтому оделись потеплее. Ну и, конечно, нужно познакомить вас, друзья, с еще одной очаровательной бухточкой залива Фетхие. Называется она Капи-Грик. Смотрите. Очень интересно так спускаются оливковые деревья со склона. Очень симпатично смотрится вот та желтая мимоза-акансия. Там вот под этими ветвями красивыми можно очень вкусно поужинать или пообедать. Тут хороший ресторанчик. Тут можно и остановиться на ночь, конечно. Есть всего необходимое в Марине. Есть вот такой вот аккуратный пляжик. Причем, заметьте, он песчаный, что вообще довольно большая редкость для здешних краев. Мы не собираемся здесь сегодня швартоваться. Просто зашли бухту посмотреть и вам, соответственно, показать. Поэтому наслаждайтесь, друзья. Цвет воды посмотрите, друзья, еще раз. Вот если может быть какой-то идеальный лазуревый, то вот он. Ну и пора, наверное, немножко нам и попарусить сегодня. Поэтому выходим сейчас в открытую часть. Проходим все узкости между островами и раскрываем бруса. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь развалины и монастыри и храмы Сейчас пойдем как раз их смотреть Здесь по-настоящему чувствуешь себя первооткрывателем Какие-то остатки средневековой архитектуры Какие-то руины Вот здесь у этой крытой крепостной стены прохода Пасутся вот такие расчудесные козочки Это, наверное, одно из самых красивых пастбищ, которые только можно себе представить Потому что ребята вот тут пасутся А у них тут открываются вот такие виды И мы не можем оторваться Тут просто хочется встать и любоваться этим бесконечно И мы можем оторваться этим бесконечно Ну и конечно, учитывая мою недавнюю слабость, любовь к маякам То здесь на Гемиллере не могли мы не подняться к маяку Но нельзя сказать, что это самая высокая точка острова Она остается там, чуть позади Виды соответствующие И вот он аккуратненький маячок Который здесь стоит и несет свою ответственную службу Новое утро нашего путешествия Мы встречаем здесь, прямо у острова Гемиллер Вы сейчас его видите как раз за моей спиной Здесь здорово остановиться на ночевку На якорную стоянку Действительно романтика была вчера ночью Огромное звездное небо Совершенно не похожее на звездное небо наших широт Вся команда, все три наших яхты вышли на палубу Молчи стояли, любовались, смотрели вообще на всю эту красоту Ночью был не то чтобы шторм Но так, сильный ветер и дождь И с утра было зябко Не хотелось вылезать из каюты Но вкусно позавтракали Вот эти вот ароматы утренние Кофе, чая Каких-то вкусняшек, тостов Это все тоже часть удовольствия, конечно И на самом деле Эта вот некая зябкость такая утренняя Это тоже часть впечатлений, которые дарит именно яхтенный поход Ну а пока капитан со штурманов решают Куда мы сегодня пойдем Смотрят прогноз погоды и прокладывают маршрут Есть время немножко покататься на резиновой лодке вдоль турецкого берега Берегайтесь очень красивые, живописные, яркие Любуйтесь Любуйтесь очень красивые, живописные, яркие Когда уже казалось бы, что красоты достаточно на Гиммелере Мы, тем не менее, решили на этом не останавливаться И пошли в Алю-Денис Знаменитое Мертвое море Роскошную голубую лагуну Которая всегда защищена от любых штормов Сейчас вы ее увидите Смотрите, какие виды вокруг Это знаменитая Бабадага Высоченное горище, больше двух тысяч метров Сейчас вершинка даже закрыта туманом Вот именно оттуда спускаются парапланеристы Там хорошие, нужные ветра Есть разные высоты От полторы до двух С которых можно стартовать И вот так финишировать на вот том песчаном пляже Голубая лагуна, в первую очередь, конечно, по цвету воды Посмотрите, он расчудесный Голубой, идеальный Плюс Самое главное, ради чего в Алю-Денис приезжают ноги Это вот тот перешейк Песчаная коса И действительно Мертвое море, которое начинается за ним То есть, со всех трех сторон Место это окружено горами То есть, здесь не бывает ни штормов Ни ветров, ни волны Прямо сейчас бегу нырять в воду Ну что ж, вы посмотрели, как Алю-Денис выглядит с воды Пора убедить его из суши И вот мы высадились Воспользовались уже известным вам способом Тем самым туризиком, чтобы оказаться здесь, на пляже Вы видите, что все готовится только к туристическому сезону Музыка, мороженое, лежаки, зонтики и весь необходимый пляжный сервис Ну и, конечно, настоящая визитная карточка Алю-Дениса Это именно вот эта бухта Все-таки там с моря какой-никакой ветерок И там мелкая, но галька А вот тут, посмотрите, вот такой роскошный песочек Песочек уже давным-давно нагревшийся Тихая гладь воды, которую только лишь иногда беспокоит Джек Воробей и его попугай Вот он сейчас как раз к нам и идет Сюда не зайти на яхте Сюда не зайти и близко на тузике То есть его все равно нужно бросить Дальше чуть-чуть пройти по пляжу И здесь часочек-другой провести В окружении этих гор, этой красоты и этого моря Дальше чуть-чуть пройти по пляжу Снова доброе утро, друзья Очередной день нашего путешествия под парусом Другая Турция Мы начинаем в Фетхие Или в Феттие, как хотите По-разному по-турецки и по-русски Город этот называют Город симпатичный, достаточно большой Курортный город С 80 тысячами населения И с большим количеством достопримечательностей Например, остается вот там, за моей спиной С развивающимся турецким флагом Бывший замок рыцарей Чуть ли не 15 века Но главное, что привлекает в Фетхие Туристов, это, конечно, знаменитые Ликийские гробницы Нужно немножко потрудиться И от Марины подняться наверх Для того, чтобы их увидеть Но совершенно точно вид этот Того стоит Посмотрите, друзья Какое чудо Ликия То есть страна света Совершенно уникальное государство Которое находилось на территории Малой Азии Ну то есть На юго-западе современной Турции В свое время За несколько веков до нашей эры Эту самую Ликию Там по очереди в свое время Завоевывать будут И персы, и Александр Македонский И римляне, и, ну, соответственно, османы Интересно, что ликийцы эти Оставили после себя не только письменность Но и вот такую очень интересную Архитектурную особенность Вы видите вырубленные в скалах гробницы Ликийцы верили, что после смерти Человек возносится на небо И вот для того, чтобы ему проще было С этим непростым делом справиться Гробницы эти обычно находились Вот так вот высоко В горах и в скалах А потом, полюбовавшись Этими каменными Произдениями искусства Обязательно стоит здесь На смотровой площадке Так чуть притормозить Посмотрите, какой вид Аккуратненькие такие одноэтажные Домики Не ждите от города Фетхие Какой-то сумасшедшей архитектуры Город будет дважды Уничтожен землетрясение В 1857 году А потом ровно через 100 лет Поэтому в основном это вот такие В 2-3 этажика домики Прямо на берегу моря Этим наша тур регата И отличается от регаты Что мы хоть и ходим под парусом Но, друзья, посмотрите Любуемся достопримечательностями Открываем для себя города Используем яхту Вместо автобуса То есть делаем так, чтобы яхта Была не целью А средством вашего перемещения В пространстве Средством очень красивым Симпатичным Достойным Но рано или поздно Чуть от волн Устаешь Хочется твердой Почвы под ногами Вы ставите вашу яхту в марину И начинаете Карабкаться Подниматься Вверх по Вверх по лесенке Вверх по Подъему Вверх по пандусу Для того, чтобы Рассмотреть всю вот эту Красоту Ну красота может быть так И на любителя Но то, что любителям древности Фитхие будет интересно Это очевидно Плюс согласитесь Ну очень и очень Красиво вокруг Ну а сам город Фитхие Вообще достаточно Оживленный Если спуститься От тех Умиротворяющих Гробниц Сюда На улице города То здесь шумновато Есть Трафик Хватает Машин Людей На улицах Есть вот такой вот центр За моей спиной Остается Автобусный вокзал А здесь Новая Мечеть Очень здорово Смотрится Посмотрите На фоне Опять же Вот этих Высоких Скал В том числе И хорошим ориентиром Может служить Как раз таки Вот тут летом Фонтанчик работает Там продают Пахлаву И конечно же Жарят Расчудесный Кебаб Куда же вообще без него Ну и конечно Без центральной площади Города нам тоже Не обойтись Посмотрите Какая она Немаленькая В Фитхии Вот там Чуть в глубине На берегу моря Стоит неизменный Ататюрк Вот здесь Развиваются Флаги И собственно говоря Площадь выходит Прямо на Морской берег Что тоже Бесконечно живописно И Очень удобно Из построек Здесь можно отметить Ну что-то вроде Такого крытого Зала Для каких-то Культурных мероприятий Там и сейчас Звучит какая-то музыка Там чего-то Кто-то репетирует В городе Очень безопасно Совершенно такая Курортная атмосфера Станят в рядочек Яхты Те самые Катают туристов Прогулочные кораблики Понятно что Подобные прогулки Прогулки на вот таких Туристических Корабликах Это не то Почему скучают Те кто проводят Несколько дней в море Но все равно Выбор достаточно большой И все соседние острова И погружение С аквалангом И рыбалка И обед на борту Все это здесь Вам могут предложить Как раз Ребята И вот так Если идти все время Прямо-прямо-прямо Как иду сейчас я Друзья То еще чуть-чуть И будет как раз Наша марина Где пришвартованы Наши яхты И где После того Как мы посмотрим Город Мы Загружаемся На борт И отправляемся Дальше В конце очередного дня Путешествия нашего Мы добрались До Сарцалы И вы видите Что здесь уже Как раз таки Пришвартовалась Наша красавица Яхта СПБ Сейловская С нашими Очень яркой Командой На борту Посмотрите Цвет воды Друзья Ну оцените Его Абсолютно Лазурный Роскошный А тут можно Смело изучить Вообще Всю фауну Морского Дна И морские ежи И огромные Рыбехи Которые Тут вылавливают Сотрудники Ресторана И подают Всем желающим Ну а мы с вами Сейчас немножко Пойдем погуляем Да и немножко Оценим Что это за бухта Такая Одна из самых Красивых Вообще На турецкой Тревьере Именно вот эта Бухта с ресторанчиком Сарцалы Милое место Держит Семья То есть Такая частная Пристань С частным Рестораном Где можно погулять По лесу Вокруг Хватает Интересных мест Где можно Выпить бокальчик Чего нибудь С видом Как раз На море Очень красивый Вид Посмотрите Вы здесь Ужинаете И любуетесь Морем И ваши яхточки Как раз Покачиваются Рядом Ну а если Прохладно То можно И внутрь Понятное дело Музыка 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 начинается новый день пол седьмого утра уже рассвет поют птицы мы все здесь в бухте сарсала сейчас будем завтракать и отходить это ощущение полной гармонии сейчас попробую вам ее перенять Команда вышла на пирс Встречать расцвет Первые солнечные лучи Вот на этом самом пирсе Вчера Зажигали наши звезды танцпола И зажигать продолжают Доброе утро Как настроение? Как эта утренняя радость? Утренняя свежесть? Солнце встало, настроение прекрасное Идем в море Ну что же, после совершенно Медитативного утра Мы вновь в пути Погода великолепная Светит солнце Разбиваются нос Наши яхты-волны И сегодня нас ждут очередные морские приключения Потерян счет Времени Неизвестно какой сегодня день недели Никто не помнит число Экипаж находится В какой-то просто нерване От того, что происходит Фантастической красоты Природа Игейского побережья Турции Просто заставляет вас забыть Обо всем И наслаждаться жизнью Солнцем, морем Ну а после очередного насыщенного турецкого дня Мы решили остановиться На всю вторую половину этого дня Рядом с городом Икинчик Курортный маленький городок Который остается у меня за спиной Май-Марина Так называется Это чудная маленькая бухточка Где вообще-то так летом В высокий сезон Поместиться могут там до сорока Яхт сегодня В конце апреля Пока еще сезон Не самый высокий Турции И здесь не так много народов И конечно В первую очередь развиваются Здесь флаги СПБ Сейлвик Прекрасно видите сейчас Друзья Идеальная Лазурная вода Я прекрасно понимаю Что немножко поднадоел Вообще вам Вот этими комментариями Но сам совершенно точно Не могу оторвать Глаз вообще Вот от этого цвета Здесь уже очень глубоко Прямо у берега Поэтому смело Можно нырять Вот просто с пирса Вот наш экипаж Как раз может себе позволить Чуть расслабиться После блестящей Совершенно швартовки Валеры Пошли купаться Говорит он Вот такая абсолютно Видите Пляжная Расслабленная Атмосфера Здесь у нас И очень я вам доложу Марина Душевная что ли Домашняя Потому что Так много труда Нужно для того Чтобы все эти Растения высадить Тут же целая Оранжерея Сейчас я вам все буду показывать Какие-то редкие сорта Всяких пальм Каких-то кактусов Ни черта в этом не понимаю И вот наши ребята Все-таки полезли в воду Сейчас покажут Какое она вообще Парное молоко Слушай, ну Водрит, но не холодная Не холодная Нормальная, да? Ну все Отлично Давай Сделай это красиво Хорош Псевдопизанская башня Здесь нас встречает А еще очень интересная Конструкция Оно Сразу понятно Что какие-то рельсы По ним когда-то Ездили снизу наверх Вагонетки Вот сюда Прямо к пирсу Подавали свежую рыбу Рыбаки А вот там наверху Ресторан Соответственно Там можно Всякие рыбные вкусняшки Попробовать Тут есть где погулять Тут есть тропа Которая идет в сторону И кинчика Там даже есть дорога Можно сюда подъехать На машине А эту тропу Я вам показывать не буду Вы как-нибудь погуляете Здесь самостоятельно Я лишь покажу Как сама Марина Устроена И вот там Где у нас яхты Остаются Оттуда Смотрите Два шага И вот такая лесенка Посмотрите Олива растет Прямо в центре Подъема Тоже классно Здесь тень Поэтому даже В самую Какую-то жаркую жару Здесь должно быть Очень приятно Комфортно Здорово Жара обещает И сейчас у нас Здесь чуть за 20 А летом Будет больше 30 Давайте сегодня Посмотрим Как душ с туалетами Выглядят По большому счету Они здесь типичные Поэтому вы Увидя Их здесь Можете себе представлять Как все это выглядит Практически в любой Марине В Турции Обращаюсь в первую очередь К участникам Нашей туррегаты Чтобы вы знали Что такое Марина Точнее Что такое душ-туалет Не в большой Марине Мармарис Или Гетчик А вот именно в бухте Вот например Как здесь В Экинчике Отдельно стоящий домик С такими местами Для отдыха С роскошным Совершенно видом Тут это Понятно Не везде Есть вот такие Украшательства На морскую тему Здесь есть Тем приятнее Сюда заглянуть Ну Тапочки конечно Саво Такие вот Настоящие Деревянные Это же прям Большая редкость Но тем не менее Тоже встречаются Дальше Синьорины направо Мы не пойдем Синьоры налево Тоже опять же Видите Такие вот Морские дела Такие небольшие комнатки Где можно просто Переодеться Здесь вот можно Так чуть отдохнуть А тут можно Например Побриться Или почистить зубы А другая комнатка Уже соответственно Писары, туалеты И души Все В целом Все понятно Все удобно Горячая вода Есть Я вот только что Проверял Поэтому все Хорошо Выходит Кроме Самого Вот этого Хозяйственного блока Где есть туалеты Души Есть и ресторанчик Давайте тоже Подойдем Там сейчас Ребята готовятся Только к сезону Но Я очень надеюсь Что мы там Никому не помешаем Да и место милое Плюс там Суторвая площадка Отличная Идеальная лазурь Этого моря Сверху Выглядит Ну совершенно Потрясающе Вот здесь Совсем скоро Будете вы Друзья Все участники Нашей туррегаты Это большая скала Она немножко Закрывает С востока Бухту А это означает Что здесь Солнце появляется Позже Поэтому с утра Может быть Прохладно Зато Вот те скалы В ту сторону Там запад Они пониже Поэтому здесь Роскошные закаты Сегодня будем сидеть Любоваться Можно Любоваться закатами Из террасы ресторана Куда сейчас Мы с вами сходим Такой очаровательный Трактор Посмотрите Туркфиат Помогает По хозяйству Хозяину Класс Такое полное ощущение Того Что тут Как-то Никого Да На самом деле Нет Конечно Присматривают И Содержат Это место Как раз Такой большой Любовью Именно поэтому Тут так здорово И красиво А вот и Верхняя станция Той Посмотрите Рельсовой дороги По которой Когда-то рыбу В ресторан Подавали А вот и сам ресторан Пойдемте Зайдем Каменная Невысокая Постройка Но в основном Все Дерее Вот такое место Друзья Тут можно еще Подучить Посмотрите Морские узлы Пока ждете Заказы А вот и Открытая терраса Смотровая площадка Где могут стоять Тоже ваши Стульчики Стульчики И вот здесь Вкушать Рыбку Какую-нибудь На гриле И любоваться Морем И ваши яхты Которые пришли От дома Где-то там Одно удовольствие Ну а сейчас Оставив Наши яхты В Марине Мы решили Немножечко Сменить Плавсредства И как видите Белоснежные Красавцы Яхты Мы сменили Вот на такой Уверенный В себе Настоящий Теплоход Все радостно Устроились На носу На солнышке Все готовятся Встречать Дальян И черепаший Берег Молодцы Немножко ветерок Поэтому Старались Так чуть пододеться Уходим На полдня Решили Вот такую Экскурсию Себе придумать Вблизи Просмотреть Например Расчудесные Гроты И скалы Черепаший Берег И конечно Древний Город Каунас Который Нас будет С вами Сегодня Радовать А вот и добрались мы до реки За моей спиной Устья той самой реки Дальян То есть пресные ее воды Вот так вверх по течению И сейчас пойдем На нашем теплоходе Любоваться тем самым Каунасом И собственно говоря Вот именно там Чуть вверх по течению Находится и сам Город Дальян Вот эта коса Ровно вот там Заканчивается И она длинная Песчаная И черепашьим Пляж Что это называется Потому что именно здесь Откладывают свои яйца Знаменитые черепахи Каретта Каретта Вот именно так Два раза каретта Как знаете ли Баден-баден А вот и сам пляж Вот он друзья Роскошный Огромный Большущий Черепахи эти Откладывают За ночь До 100-120 яиц Только представьте Черепашинкой Становится Чуть ли не Каждое Десятое Яйцо Точнее Вылупившись Вот До взрослого возраста Вот так Доживает Чуть ли не каждый Десятый Черепашонок Потому что Здесь они Пока идут От берега До моря Могут стать В том числе И добычей крабов Интересно Что черепахи Взрослые Как раз Крабами питаются А вот Черепахи Маленькие Они перед крабами Абсолютно Беззащитны А вот там Это коса Несколько километров Заканчивается И вот там Есть аккуратненький Такой узкий пролив Вот там Встречается Вода Пресная А справа Стороны От этой косы Как раз Пресная вода И вода Морская Вода Соленая Вот это уже Игейское Море Морская Покинули воды Игейского моря. Начинаем двигаться вверх по течению реки Дальян. Здесь вот такие чудесные камыши, довольно оживленное движение. Туда-сюда ходят катера. Немножко, может, напоминает дельту Волги, но единственное, что гор на Волге нет. А тут все 33 удовольствия. Это и море, и горы, и камыши, и пресная вода реки Дальян, и, конечно, древние города, в том числе Каунас, в которой мы движемся. Вот так чуть с высоты видно устья той самой реки Дальян. И нашу следующую остановку здесь мы сделали в городе Каунас. Ну, сегодня это заповедник с платным входом, а когда-то большой древний, еще ликийский город. Никакого отношения к Каунасу литовскому он не имеет, но является собой отличный пример того, как сохранилась именно ликийская архитектура до наших дней. Каунасу литовская архитектура до наших дней. А вот так немножко издалека выглядит город Каунас. А отсюда и не скажут, что там большой город находится. Но, тем не менее, краешек амфитеатра видно неплохо. Вот он здесь, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Только что мы там были. Ну, а мы продолжаем наше путешествие вверх по течению реки Дальян. И здесь оказываемся в такой своеобразной турецкой Венеции. Посмотрите, настоящая верфь здесь делают суда. Есть несколько отелей, которые стоят прямо у хромки воды. И вот так лишь линия камышей отделяет вас от симпатичных современных домиков, которые отелями сегодня являются. Ну и, конечно, ликийцы. Куда же без них? Вот сейчас в центре экрана видите вы, те самые ликийские гробницы. Ну и вот сразу напротив тех самых ликийских гробниц находится аккуратнейший городочек с большим количеством причалов, рыбных ресторанов. Городок называется Дальян. Маленький курортный город на берегах одноименной речки. Ну что же, друзья, начинается последний морской день. Решили за пару часов до сдачи лодок еще посмотреть одну интересную бухту. Неподалеку от Марбреса. Называется она Чифлик. Вот такой чудный грот встречает нас здесь при входе. Отвесные скалы. Впереди здесь очередной курортный даже не город, а больше поселочек. Пару отелей, пару ресторанов, пирс, пляж. Здорово то, что практически в штиль. Здесь в бухте, окруженный скалами со всех сторон, ветра нет ну совсем. Ну и вот когда все двигатели выключены и все якори отданы, вот тогда начинается самый кайф. Во-первых, тишина. Во-вторых, Руслан, как водичка? Водичка отличная. Нормально, да? Да. Вот, освежает водичка. Легкий бриз, солнышко. Сидели мы на борту, пили кофе. И тут нам стало скучно. Раз мы на борту яхты, мы решили, как бы нам развлечься. И тут Валера говорит, а вздерните-ка меня на мачту. А мы такие сразу, ах, хорошо, взяли и сдернули. Ну вот уже и на верхней краспице наш Валера. Так, 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 попрошу. В соседних яхт кричат, что сейчас мачта сломается. Представляете, какие нахалы вообще. Вот такое это заразительное дело подниматься на мачту. 18 метров эта мачта, рот. Это шестиэтажный дом. Но стоит она не на фундаменте, а раскачивается на небольшом ведру на якоре. Поехали сейчас там. И вот так легко и незаметно Екатерина Владимировна оказалась внизу, на палове. Страшно было мне, ей нет. Друзья, ну а завершать и нашу тур-регату летом, и репетицию тур-регаты в апреле. Мы будем в Марморесе, где я нахожусь прямо сейчас. Остается за моей спиной та самая Нецель Марина. Одна из самых больших на еврейском побережье Турции. Действительно, город многим хорошо известный. Пожалуй, единственный в списке наших городов, который не очень-то подходит под название. Другая Турция. С Марморесом многие хорошо знакомы. Город-курорт с шикарными пляжами, с громкими дискотеками. Но в том числе и этот город мы смотрим сквозь призму яхтинга. И вот как раз оставляем роскошную, большую, красивую Нецель Марину. А еще и относительно недавно в Нецель, сюда в Марморес, зашла Эклипс. Огромная, большущая, белоснежная яхта Романа Аркадьевича, которая когда-то стояла на Лазурном берегу. Те, кто в Лавандовый Прованс с нами ездили, те видели в Жоан-Ле Пене вот эту красотку. Марморес город большой, город многим хорошо известный. Повторюсь, город, который славится своими дискотеками. Если вот так вот чуть пройти вдоль этого канала и повернуть налево, то там начинается вот эта вот знаменитая улица громких ночных клубов. Мы, конечно, там тоже были вчера, вчера ночью. Это было по-настоящему зажигательно. А сегодня с утра все здесь совсем по-другому, конечно. Марморес удобен тем, что это большой город, нет никаких проблем с покупками, с возможностью где-то провести вечер, там поменять деньги, добраться до банкомата. То, чего ты лишен, когда ночуешь на якорной стоянке в море. Все это в городе понятно возможно. И поэтому чередование вот таких уютных бухточек и больших городов с маринами это то, чем как раз отличается наш маршрут. Но маршрут подходит к концу. Все, что не имеет конца, не имеет смысла. Хоть и немножко грустно сегодня прощаться с экипажем, с ребятами. Это действительно другая Турция. Совсем не та, которую можно увидеть на пляжах Анталии или того же Мармореса. Это Турция уютных бухт, совершенно потрясающей природы, очень интересные истории. Турция очень вкусная. Турция, которая оставляет след в душе. Если вы хотите немножко измениться, то, друзья, для вас подобное путешествие. И мы будем бесконечно рады, если вы к нам присоединились. turregata.ru Наш сайт. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. И с вас нравишься, если понравилось. Извините, если местами утомил своими восторгами. Мне правда здесь очень понравилось. И теперь я постараюсь сделать все, чтобы как можно больше вас, мои дорогие зрители, оказались здесь и все это увидели своими глазами. Тучек Кулер. Спасибо большое. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!